Компрессор это универсальный агрегат, с помощью которого можно справиться с целой кучей задач. Например, продувка поверхностей, шпаклевка, заполнение герметиком швов, укладка досок и обшивки, шлифовка, покраска. Это даже не полный список всех дел. Конечно, понадобятся еще различные пневмоинструменты, но всего один компрессор. Какой конкретно? Вот об этом и расскажем. Для начала разберемся с видами компрессоров. По технологии сжатия воздуха наиболее популярные это поршневые и винтовые. Винтовые компрессоры незаменимы для интенсивной работы в промышленном секторе. Для стройки, ремонта, гаража, шиномонтажа, мастерской идеальный выбор поршневой компрессор. Поршневые в свою очередь делятся по типу передачи на ременные и коаксиальные. А коаксиальные различаются по типу смазки, масляные и безмасляные. Безмасляные дают на выходе воздух высокого качества, что идеально для проведения покрасочных работ. И стоят они недорого, потому что у них простая конструкция прямого привода. Правда, они не рассчитаны на длительные нагрузки и имеют ограниченный ресурс. Масляные компрессоры имеют картер со смазывающей жидкостью, которая увеличивает ресурс работы двигателя и смазывает пневмоинструмент. Но это не очень полезно, например, для покраски. Когда частички масла попадают в материал, качество покраски может пострадать. Чтобы этого избежать, нужна установка дополнительных фильтров. Производительность у таких агрегатов выше, чем у безмасляных, но и они требовательнее по части обслуживания. Компрессоры с ременным приводом отличаются повышенным ресурсом, надежностью и низким уровнем шума, но при этом требуют еще более тщательной подготовки к эксплуатации и сложного ТО. Теперь о технических параметрах компрессора. Он зависит от того, какой пневмоинструмент к нему будет подключаться. И важнейший из этих параметров — это производительность, которая измеряется в литрах в минуту. В паспорте компрессора производительность обычно указывается на входе при нулевом давлении в ресивере. Значение давления на выходе при максимальном давлении меньше. Чтобы вычислить этот параметр, используем следующие коэффициенты. Для коаксиального — 0,65, для ременного — 0,75. То есть, если в паспорте ременного компрессора стоит производительность 320 литров в минуту, то рабочая производительность при максимальном давлении составит 320 умножаем на 0,75, получаем 240 литров в минуту. Если к компрессору будет подключаться сразу несколько пневмоинструментов, одновременно, то нужно суммировать их производительность. Узнать производительность пневмоинструмента можно из его паспорта или из таблицы, которую мы дадим дальше в практической части. Давление компрессора измеряется в барах или атмосферах, и они примерно равны. Значение давления можно понизить до нужного регулятором выходного давления. Производитель указывает максимальное давление аппарата. Рабочее давление меньше пикового, примерно на 20%. То есть у компрессоров с пиковым значением 8 и 10 бар рабочее давление составит 6 и 8 бар соответственно. Рабочее давление компрессора должно быть больше рабочего давления для пневмоинструмента как минимум на 1-2 бара, которое также указано в паспорте пневмоинструмента. Основная функция ресивера — снижать частоту перезапуска. Чем больше объем ресивера, тем больше отдыхает головка компрессора, тем меньше она нагревается и дольше служит. Коаксиальные компрессоры обычно имеют ресиверы от 6 до 50 литров. Ременные компрессоры — 50-100 литров. Мощные ременные компрессоры для станций технического обслуживания и производства оснащаются ресиверами 200-270-500 литров. Конечно, при равной производительности компрессоров, и если позволяет место, лучше отдать предпочтение большому ресиверу. Давайте на простом примере попробуем разобраться с подбором компрессора. Итак, вы планируете самостоятельно делать ремонт в доме или квартире. Вам предстоит работа со стенами и полами. В нашем случае идеально подошел бы безмасляный компрессор, так как нет ни одного инструмента с двигателем, который нужно смазывать. По мощности самый прожорливый будет краскораспылитель. Таким образом, с учетом расчетного КПД, производительность компрессора должна быть. 141 литр в минуту делим на 0,75, получаем 188 литров в минуту в случае, если вы выбираете ременной компрессор. Для коаксиального компрессора получаем следующие цифры. 1641 литр в минуту делим на коэффициент 0,65, получаем 216 литров в минуту. Максимальное необходимое давление у гвоздезабивного пистолета 6 бар, значит давление компрессора должно быть не менее 8 бар. Из безмасляных отличным выбором станет FUBOK OL231. Модификация с 50-литровым двигателем, кстати, уникальная для безмасляных компрессоров, позволит пневмоинструменту работать без остановки. Кроме того, безмасляный компрессор, понятно, не требует замены масла. Перевозить его можно в любых положениях, а устанавливать даже на неровной поверхности. Если предстоят продолжительные работы, либо необходимость подключить сразу несколько пневмоинструментов, то, естественно, смотрим на аппараты с более серьезным ресурсом. Например, WDC 400 на 50 литров, или в нашем случае вот такой ременной агрегат. Но в этом случае, если будете работать краскораспылителем, нужно будет озаботиться очисткой воздуха от масла, установить на выходе фильтры очистки воздуха. Также существуют уже готовые решения под задачу набора из идеально подобранных по производительности компрессора, пневмоинструмента и шланга. Они оптимально подобраны под самые разные задачи от покраски и обслуживания автомобиля до работ по дереву. Такой набор избавляет от сложных расчетов и лишних трат за ненужный пневмоинструмент и мощность. Для вашего удобства приводим таблицу соответствия компрессоров и наиболее популярного для ремонта и стройки пневмоинструмента. Добавляйте это видео в избранное, и эта таблица не раз выручит вас при подборе оборудования. На нашем канале вы также найдете ролик о том, как выбрать оптимальный краскораспылитель. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте и Инстаграме. У нас много полезной и практической информации.